Готовим крем для торта лохматой. Взбила сливки, пол литра сливок. Они у меня взбивались примерно 4 минуты и добавляю постепенно сгущенку. Правда, положила еще кусочек сливочного масла в сливки, когда они начали взбиваться, для того, чтобы они быстрее свернулись и взбились, чтобы пена была хорошая, густая. Это будет первый крем. Второй крем будет со сгущенки вареной, тоже на сливочном масле. Наверное, вот так примерно хватит. Сейчас попробую ущерку. На вкус крем. Сладкий достаточно. На вкус крем такой маленький. Получается хороший натрий. Нормально вкусно, чтобы плохо масло разбилось. Масло чуть-чуть посильнее добилось. Но пока вот так вот. Это второй крем для нашего тортика с вареной сгущенкой. Здесь 3 пачки масла по 200 грамм. По 180 грамм. 3 пачки масла. Банка вареной сгущенки. И чуть-чуть я добавила такой обыкновенной, чтобы немножко разжечь. Потому что все-таки вареная сгущенка очень такая густая. Плохо тяжело миксеру ее забивать. Сначала было на маленьких оборотах. Сейчас на больших. И вот крем. Он немножко стал повоздущим. Сейчас добавлю еще обыкновенные пачки. Это у меня будет основа. Крем первый. А второй будет просто как со сливками. Чтобы было повкуснее и пожарнее. Мои все любят тортик этот. Потому что бисквит это беспроигрышный вариант. Я его всегда готовлю на большие праздники. Вот такой крем. Так как он побьется. И мы будем готовить все, что уже по маслу. Вот мы начинаем собирать наш торт лохматый. Я вчера спекла два коржа. У меня жаровня на 32 сантиметра. Я туда положила 8 яиц. 2 стакана сахара и 2 стакана муки. Немножко ванилинчика. И я кладу чайную ложечку разрыхлителя. Но дело в том, что, наверное, на эту жаровню 8 штук яиц маловато. Нужно, наверное, все-таки 10. Но ничего. Все равно он разрежется сейчас пополам эти пышки. И я так думаю, что получится хороший тортик по высоте. Это вот коричневая пышечка. Это белая. Коричневая. Там 2 столовые ложки неполные. Какао. Обыкновенная порошка я в тесто замешивала и выпекала. Где-то минут 40 они выпекаются. Духовка, наверное, 200-190 градусов. Ну, посматривать надо. Вот этот вот немножко получился некрасивый. Потому что вовремя не повернула жаровню. Ну, как бы у меня не очень, наверное, хорошая плита. Она обыкновенная. Без всяких заморочек. Вот сейчас вот таким ножом я их попробую разрезать примерно пополам. Вот. И потом я покажу, как надо крутить крошку еще для того, чтобы обсыпать потом дополнительно этот тортик. Вот мы катаем крошку. Когда мы катаем крошку, можно выровнять высоту нашей неровности. Вот оно получается вот так. Этот бортик аккуратненько потом ножом срезаем, выравниваем. Вот. А из этой вот такие получаются крошечки. Потом их можно отдельно сделать пирожное-картошку. Когда крем останется. Ну, когда уже соберем весь торт. Я отдельно эту крошечку собираю. Складываю в пиалочку. Потом добавляю кремчик. И мой муж очень любит пирожное-картошечку. Вот так вот сейчас я сделаю из белой коричневой. Вот я собираю. Вот она получается. Вот такая крошечка. Потом мы будем ей украшать. Ну, дальше будем показывать. Включай. Ну, вот я подготовила 4 коржа. Вот они получились у меня теперь ровненькие. Вот у меня солнце. Прям такая погода шикарная. Может быть даже будет плохо видно. Вот 4 коржика у меня. Сейчас я их пропитаю. У меня есть сиропчик из-под инжира. Инжир мы сушили. А сироп остался сладкий. Я сейчас его разведу. Налью туда 2 столовые ложки коньячка. Вот. И пропитаю хорошо эти коржки. Торт получается очень нежный, не сухой. Сделала сиропчик. Самое главное пролить хорошо края. Потому что они все-таки твердоватенькие в бисквите получаются. Особенно темная пышка. Почему-то, наверное, все-таки какао дает твердость. И он не такой вот и пышный бывает. Вот я, кстати, не сказала. Вот у меня получилась крошка. Сейчас покажу. Вот крошки. Ну, это достаточно будет, чтобы бока мазать и сверху. Ну, сверху я, может быть, буду чем-то украшать, потому что на день рождения. А так этого достаточно вот такой крошечки. Вот. Это я коржи делала вчера и начала их крутить крошку сегодня. А если делать их... Если бы я вчера начала бы ее крутить и мазать его, то крошка получилась бы более... Сейчас вот она суховатая и мелкая. А то получается прям такими вот хлопьями, когда свежие, когда не постоит, не настоится бисквит. Ну, а так без разницы, конечно. Ну, у меня когда есть время, я делаю и сразу прям... Ну, я решила вчера спечь пышки, а сегодня его намазать, потому что мне торт нужен на завтра. Он как раз сейчас часа два постоит в комнате и пропитается, а потом мы его в холодильник поставим и все. И до завтрашнего обеда пока будем кушать. Ну, как-то вот так вот, пока я пропитываю. Не буду вас утомлять, покажу дальше. Ну, вот я собрала тортик и теперь обмазываю бока. Бокам я всегда уделяю очень много внимания, потому что торт должен иметь красивую форму. Не только быть вкусным, но и эстетически оформленным. Вот, бока я всегда хорошо замазываю. Вот, теперь лопаточка пригодилась. Хорошо. Потому что крошка будет хорошо. Вот я верхнюю пышку, видите, не намазала, потому что неудобно. Когда ее намажешь, уже потом работать неудобно. А потом уже верхнюю пышку будем сейчас украшать, как захотим. Это вот мы сейчас бока подготовили. Я сейчас покажу, как я буду их засыпать крошкой, которую мы с вами готовили. Вот, ну, как-то вот так вот этот тортик, вроде бы, получился ровненький. Покажи, прям, короче, со всех сторон. Я его хорошо обмазала кремчиком все бока. Вот, солнце. Ну, солнце, у меня хорошая погода, прям, шикарная. Ну, как будто сегодня я такой ночью, ночной февраля. Вот, мороз и солнце, день чудесный. Вот, это вот наш... Теперь мы берем нашу крошку, вот она у меня, которую мы скатали. Вот, и я просто беру вот так вот на руку и немножко, как бы, прихлопывая. Вот оно, оно прихватывается. Наверное, все-таки надо было еще... Да, тем кремчиком надо было. Ну, ничего, нормально. Останется тебе как раз на картошку. Ну да, тоже без картошки. Вот. Наверное, может быть, не надо, потому что я, наверное, украшу что-нибудь другим. Сейчас попробую, посмотрю, что у меня будет получаться. Ну да, вот надо было, может быть, даже чуть-чуть пожирнее кремчика нам. Ну и так он очень жирный. Я боюсь, что мои родственники вообще скажут, ну ты, Марина, сегодня нам приготовила. Сильно жирная, питательная. Но у нас девоньки все такие изящные, молоденькие. Красотулечки мои. Поэтому, и вот так вот аккуратненько скалечки собираем. И вот так вот. Все на кальке. Делаю просто на столе, а потом аккуратно положим в форму. Тут я что-то не подрасчитала кальке. Ну, ничего. Ну, как-то вот так вот у нас получилось. Если бы пожирнее было, побольше там, может быть, крема, может быть, и кружка бы сильнее прилипла. Но ничего, мы что-нибудь придумаем куда-нибудь ее израсходуем. Что-нибудь шариков накатаю. Ну, как-то вот так вот. Кружку лишнюю соберем. Вот. Я думаю, что... Вот так еще раз повернусь. Ну, все, сверху я убираю. Пока сейчас я помажу кремом. У меня крем остался немножко и тот, и тот. Потому что это со сливок что-то мне не очень понравился этот раз крем. Как-то они плохо сбились. Я, правда, их давно покупала. Ну, как бы вот так вот пока все. Ну, вот что у нас получилось. Вот такой вот тортик. Такой тортик на день рождения был сделал моему любимому мужу. Я ему сделал такое сердечко. С любовью от меня. Так что тортик у нас вот такой. Я думаю, что... Кушайте, готовьте. А нам приятного аппетита. С уважением, Марина Матвеева. Ну, и вот финал. Хотела бы показать вам торт в разрезе. Наш лохматый. Получился такой. Мы уже вот по кусочку моей гости съели с удовольствием. Ну, вот он какой-то вот такой. Коричневая пышечка, как же мы с вами, да, смотрели. И крем просматривается хорошо. Вот мои гости показывают вкуснятина. Всем очень понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всегда с вами Марина Матвеева.